Можно ли взять в банке кредит и не вернуть его, то есть обмануть банк или, как говорят, кинуть банк, для того, чтобы потом уехать для возвышения слова Аллаха? Будет ли это считаться трофеем? И есть ли в этом вопросе разногласия среди ученых? Бисмиллях, альхамду лиллях, вассалату вассаламу аля расулиллях. Мы много раз, в многих лекциях вспомнили и говорили, мусульманин всегда соблюдает свой договор. В первую очередь, какие бы у тебя намерения не были, запретные договора заключать не имеют права. Например, заключаешь деньги в долг и заключаешь с ним, кредит отдать, еще проценты сверху отдать, все это ты соглашаешься и подписываешься. Это запрещено. Это одно. Второе, если ты долг уже взял, хоть будет это кафир, хоть это будет враг Аллаха, который имущество и кровь, халал, какой бы он ни был, если мы уже договорились с кафиром, долг это долг уже. Ты взял долг, чтобы ты обратно вернуть его. Ты обязан этот долг вернуть. Таким образом, взявшие имущество, кинут или отобрать, или происходит нельзя, хоть он будет враг Аллаха. Мы, мусульмане, общие у нас с иноверцами, кафирами, какие? Все делается по договору. Если договор слово дал мусульманин, он должен свое слово держать. Какой бы враг Аллаха, тот человек не был. Из-за этого пророк, когда хиджру делал, когда он хиджру делал, у него пророк оставляет свой город, за что? За то, что кафир притеснили его. У него дома лежат имущества кафиры, которые дали хранение пророка, за то, что он был доверчивый человек. Доверенный человек был, где-то оставили. Он оставляет Али и Абнаби Талиб дома, сам хиджру делает, преселение делает, чтобы это имущество раздал своим хозяевам. Каждый раз сказал, это того, это того. Да, да, это отдай. Али и Абнаби Талиб оставил, и сам ушел в Медину. Будучи они враги, будучи они его выгнали из своего города, принудили, чтобы оставил свое государство. Хотя так заключенный договор Амана должен человек вернуть. И также договор между кафирами и мусульманами должен соблюдать. А если договора нет, то отобрал, забрал. Если это врага Аллаха, это другой хокму. А именно, когда договор заключает мусульман, должен договор соблюдать. А такой договор заключать вообще нельзя, чтобы проценты отдавать. Хоть намерения нету тебе отдавать. Это уже получается, ты кинул, ты деньги должен не с процентом вернуть, ты должен основу все равно вернуть. Аллаху Аля. Субтитры сделал DimaTorzok